За рулём уже опытные водители. Для многих это не первый выезд в прифронтовую зону. Настрой у мужчин исключительно позитивный. Знаете, как разгружать? Помогают? Помогают, да, разгружают. Два столбия вместе, дружно. В составе гуманитарного конвоя стройматериалы, инструменты и оборудование. Всё, что необходимо нашим бойцам. Груз доставляют в Курскую область. Сейчас там формируют пункт сбора наших подразделений. Везём всё, что заказал командир воинской части для работы с пиломатериалами. Квозди, саморезы, инструменты. Нашим военнослужащим приходится формировать подразделения прямо в чистом поле. Поэтому сегодня так необходимы стройматериалы. На зов о помощи откликнулись большинство районов 33-го региона. Допустим, проблема с древесиной, там степные территории. И у нас практически все районы поучаствовали в том, чтобы отправить, сейчас собрать груз 60 кубометров древесины для того, чтобы делать полевой лагерь. Колонну в Курской области сопровождает и заместитель председателя областного парламента Дмитрий Рожков. Он отметил сегодня такое внимание и поддержка для наших ребят, как никогда необходимы. Хочу сказать, что они передают постоянно слова благодарности. Именно искренние слова благодарности. Потому что весточка с дома, весточка с полей, весточка своих родных, любимых, это всегда очень важно. Впервые к нашим бойцам поедет вокальная группа «Владимир». Артисты подготовили широкий репертуар патриотических песен. Среди них «Катюша», «Русских не победить» и «Донбасс за нами». Потому что ждут не только хлебом единым, не только в военных условиях. Но все-таки хочется, что такое душевное сродина. Исполнители уверены, их песни поднимут настроение и боевой дух нашим военным. Надеемся, что именно наши песни всем помогут. Не только военным, но и простым жителям, в конце концов. Гармошку взяли, будем петь «Катюшу», будем петь народные песни. Но я думаю, что у нас все получится. Это не последний груз помощи для наших бойцов. Уже 15 марта в прифронтовую зону Луганской области отправится очередной конвой. На этой территории также находится пункт сбора военнослужащих из Владимирской области. «Туда едут тоже и древесина, туда поедут медикаменты, там более чем на полмиллиона рублей, поедут медицинский инвентарь и то, что также будет по заявкам еще за эту неделю собрано для Табу-лагеря». Глава региону уверен, такая помощь поможет ребятам быстрее адаптироваться, сгруппироваться и выполнять боевые задачи. А главное, они будут знать, их помнят, любят и ждут домой. Алексей Дудин, Игорь Липский и Евгений Адамов.